МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разбойное нападение на автозаправку в районе населенного пункта Крутово в Ивановском районе было зарегистрировано в четвертом часу утра. Заправочная площадка пустовала, и работница станции, находившаяся в помещении в полном одиночестве, стала свидетельницей сцены из бандитских девяностых. Буквально три секунды, такой скрежет, такое бухание, я выхожу, залетаю. Знаете, как в кино, я только видел в кино. В масках, в черном, в масках, с монтировками в руках, и бегут ко мне. Закрыться нечем, я вот так вот на себя, я убираюсь, они говорят, выходи. Я говорю, не убивайся, я говорю, что пошли. Мы тогда не бойся, мы тебе ничего не сделаем, просто это. Потом, уже в процессе общения с сотрудниками полиции, ставшей жертвой нападения женщина, отметила важную деталь. В одном из нападавших она разглядела опытного уголовника. Он был спокойно и уверен в себе. Так, как будто занимался подобными вещами всю жизнь. Их двое было. Нас вдвое зашли сюда. Один полише, другой повыше. С монтировками у вас. То, что повыше, он бизнес такой, что он продуманный такой. Что, мне кажется, он не первый раз уже этим занимался. То есть, видно, что он хладнокровно такой, целенаправленно шел сюда, ну, грабить. Маленький, вот этот медицинский рост, он, мне кажется, был просто под наркотиками. Так он слишком очень много разговаривал. Из кассы заправки налетчики взяли что-то около 15 тысяч рублей. Затем прыгнули в машину без номерных знаков и скрылись. Женщину-заправщицу в итоге не тронули. Оставили ее в шоковом состоянии, и в нем она пребывает до сих пор. Страшно, конечно, как выявите. Ну, что, мне сначала, ну, какой-то шок у меня позднее еще. Вот сейчас я просто слышу, что меня убивают. Я просто не могу тут работать. Просто через себя. Граждан, совершивших серьезное и дерзкое преступление, обезвредились сотрудники ДПС и оперативники. Женщина, не теряя ни секунды, сообщила о произошедшем в полицию. И налетчиков, ограбивших автозаправочную станцию, патрульные полицейские взяли по горячим следам. Находясь на маршруте патрулирования, поступила ориентировка на розыск автомобиля, водители, пассажиры которого, могут быть причастны к нападению на заправку. Дежурным был объявлен план перехвата. Дорожные полицейские умеют выхватывать взглядом. Из автомобильного потока нужны им транспортные средства. Это касается как возможных нарушений правил дорожного движения, так и машин, поступивших в розыск. Машину, в которой находились налетчики, патрульные заметили в Иванове на улице Станкостроителей. При виде экипажа ДПС водитель автомобиля поддал газу и попытался скрыться. После этого водитель свернул в гаражный кооператив и, бросив в эту машину вместе с пассажирами, выбежал из транспортного средства. Один из мужчин спрятался в кустах, остальные скрылись. В дальнейшем он был задержан и передан сотрудникам уголовного розыска. Всех участников этого бандитского налета сотрудники уголовного розыска вскоре установят. Картина дерзкого преступления также будет восстановлена по минутам. Следственным подразделением ММВД России Ивановский возбуждено и расследуется уголовное дело по факту разбойного нападения. Установлено, что трое мужчин ранним утром на автомашине приехали на заправочную станцию в районе деревни Крутово. Двое мужчин, одев медицинские маски и вооружившись гвоздодером, стали выламывать дверь в павильон. Попав внутрь, злоумышленники стали требовать у женщины-оператора выручку. Испуганная потерпевшая достала из кассы 10 тысяч рублей и передала налетчикам, после чего те скрылись. Что совершили? Совершили кражи заправки АЗС. Что похитили? Каким образом? Денежные средства 10 тысяч рублей. Что еще? Тигареты. Еще что? Все. Больше ничего, да? Больше ничего. А как попали вообще в заправку? Целенаправленно шли? Ну, в принципе, сначала все это было недоговорено с фонтаном, так скажем. Один предложил, другой дурак повторил. В помещении заправочной станции налетчики проникли, отжав монтировкой двери. Запугав женщину, все теми же самыми монтировками принялись потрошить кассу и сумочку заправщицы. Женщина сама сказала, только тебе не трогай, тебе все, да, все, так что было было, что такое. Вы скрывали лица? Да. Какие вам? Мозки. А медицинские люди? Да, медицинские. Похищенные деньги наличкам на пользу не пошли. Через полтора часа после совершения преступления фигуранты этой криминальной истории уже находились в полиции. Теперь ждет СИЗО, следствие и суд с последующим длительным сроком лишения свободы. Задержанными оказались двое братьев 29-32 лет и их 30-летний приятель. Ранее мужчины неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время фигуранты арестованы и находятся в СИЗО номер один города Иваново. Уголовное дело о фиктивной регистрации иностранного гражданина в конкретном адресе возбуждено и расследуется органами полицейского дознания. В совершении преступления подозревается женщина, которая сама еще вчера была иностранкой. В настоящий момент в отделении дознания в производстве находится уголовное дело в отношении женщины 1989 года рождения, которая недавно получила российское гражданство и по просьбе своей знакомой зарегистрировала ее родственника в частном доме, где проживала со своей семьей. Однако он там не проживал. Данная регистрация носила фиктивный характер и нужна была ему для законного нахождения на территории Российской Федерации. Фигурантка получила российское гражданство в сентябре прошлого года и уже подвержена уголовному преследованию за совершенное преступление. Уроженка Таджикистана прочно обосновалась в России и по просьбе своих земляков оказала незаконную услугу по легализации иностранца. Расскажите, пожалуйста, по какому поводу вы в отделении полиции находитесь? В связи с чем? Ну, я не знаю. Ну, за что именно вас сотрудники полиции привлекают? Вот так на ломаном русском объясняет суть своего поступка новоиспеченная гражданка России. В целом, языком она владеет неплохо. Видимо, тема, связанная с миграционным законодательством, для нее пока сложновато. Общение со специалистами органов дознания станет для нее дополнительной языковой практикой или к безам в области российского законодательства. А когда именно зарегистрировали? Вот, по-моему, на марте, да. В марте, да? Да. Но вы его все это время не видели, как бы он у вас никогда не проживал? Нет, нет. Звание, поговорим и все. Ну, чисто по знакомству так. Так, знали о том, что нельзя так людей регистрировать? Да. А почему все-таки зарегистрировали? Я это, вот это не знала, а теперь знала. А теперь никогда не делю никому. Не нужно. Это проблема. Зачем? Подозреваемая в нарушении миграционного законодательства говорит о том, что зарегистрировала неизвестно кого в своем адресе в знак благодарности. Кто-то помог ей в ремонте дома, и она взамен исполнила эту незаконную просьбу. В настоящий момент указанная женщина проверяется на предмет иных фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Ответственность за фиктивную регистрацию была введена в Уголовном кодексе Российской Федерации федеральным законом еще в декабре 2013 года. Однако до настоящего времени эта норма закона мало известна населению. Проблема фиктивной регистрации с каждым годом увеличивается. Так, в 2022 году сотрудниками МОМВД России Родниковский было выявлено два преступления, предусмотренных в статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В 2023 году выявлено 23 преступления указанной категории. В первом квартале 2024 года выявлено 17 преступлений, совершенных в сфере миграции. Все уголовные дела направлены в суд. В Ивановской области зарегистрирована попытка обмана пользователя сети интернет при помощи образов, созданных нейросетью. Эта технологичная история началась со взлома персонального аккаунта в Телеграм Ивановской блогерши. Сначала меня взломали в Телеграме, я не могла туда зайти, я не поняла, что за проблема, пыталась сходить, и меня постоянно начали выкидывать. Но я вижу сообщение, там кому-то начали писать, я сразу написала, чтобы мало ли моих друзей и знакомых не попросили им скинуть деньги, я говорю, сразу никому не скидывайте. Девушка потеряла свой персональный аккаунт после того, как перешла по сброшенной ей ссылке. Мошенник, выдававший себя за фотографа, предложил ознакомиться с его фотоработами. Все блогеры любят фотографироваться, и девушка предложение это приняла, несмотря на имеющиеся сомнения. Вы говорите, ссылка подозрительная, а что именно в ней странно было? Ну, когда ты заходишь на ссылку, ты сразу перекидываешь тебя, и тебе не надо вводить пароль и телефон. Это уже должно было меня смутить, но не смутило. А ссылка я бы ввела на аккаунт вот этого? Ну, там она и ввела на фотографии в итоге, там есть фотографии, ну, чтобы там... Их получить, то нужно ввести свой логиняк пароль, да? Ну, чтобы зайти на Телеграм, там, чат, канал, вот, надо было ввести данные. Странной ссылкой девушка воспользовалась, ввела в открывшуюся форму персональной данной своего Телеграм-аккаунта и сразу же потеряла его. Это стало ясно после того, как ее личный канал перестал откликаться на попытки войти в него. Я начала звонить своим близким, там зашла снова в Телеграм, там быстро выкидывают тебя из сеанс, но я зашла в архив, посмотрела во втором, когда я его писал. Вот, и позвонила, написала вот это Алене, которую я узнала, что вчера ее взломала та же девушка-фотограф, типа фотограф, которая перекинула нам ссылку в Телеграм, типа, и там ее работают. За своим личным Телеграм-каналом, который сама же и создавала, девушка теперь наблюдала, как за чужим. Она видела, как злоумышленник, укравший ее профиль, рассылает знакомым сообщение с просьбой должить денег. Там что-то было, привет, мне нужно, там, 15 тысяч рублей, скинь, пожалуйста, на карту мамы, типа, она там странная, типа, Яндекс, потому что бухгалтерская, туда присылаю там зарплату, вот. Могу прибыть голосовые сообщения, которые он скидывал. Вот, и в целом формат истории был такой, что, типа, это мамина карта. Более того, взломщик, похитивший чужой канал, к афере тщательно подготовился. Используя образцы голоса блогерша, он смоделировал соответствующие фразы, якобы звучащие от ее имени. Это фальшивые фразы с просьбой одолжить деньжат. Одолжить мне 15 тысяч на пару часов. Спасибо большое, я верну сразу, как банк загрузит. Просто это мамина зарплатная карта, и она оформлена на их бухгалтера. Если человек давно меня знает, он поймет, что это не я, вот. Потому что он роботизированный, второе, он ускоренный, и третье, я в жизни картавлю, вот. А он, типа, без картавого голоса. Поэтому те, кто меня знают, они поняли, что это не я. К счастью, в этот раз обман не сработал. Никто из знакомых блогершей денег аферисту не дал. Может быть, потому что девушка быстро сориентировалась и сумела вернуть утраченный аккаунт. Вот, она сказала, написать мне в поддержку, написала в поддержку телеграмма. Очень нервничала я эти полчаса, потом от меня отстали. И я спокойно зашла. Там был сеанс из Краснодара последний. Я поставила пароль облачный в кондициональности двухэтапной аутентификации. Клебнув немало проблем, девушка пришла к выводу, возможности защиты персонального аккаунта игнорировать нельзя. После неприятного происшествия с хищением профиля в телеге она настроила так называемую двухфакторную аутентификацию. Сейчас всем своим знакомым советую ставить, потому что обычно ты ставишь только телефон, а тут нужен еще пароль, чтобы тебя точно не взломали. И мне очень быстро восстановили аккаунт, и у меня проблем с ним не было. И в целом я эту историю рассказала в соцсетях, и в целом все прошло без последствий, что повезло. Мошенник, которого разоблачили сотрудники Ивановской полиции, торговал несуществующим парикмахерским оборудованием. Аферист обманывал тех, кто вынашивал планы создания барбершопов, и жертвами его стали молодые предприниматели, жители областного центра. Сотрудниками управления уголовного розыска совместно с оперативниками ОМВД России по Фрунзенскому району города Иваново за совершение мошеннических действий задержан житель Балагодской области. Чегурант на одной из торговых интернет-площадок размещал объявление о продаже дорогостоящего специализированного парикмахерского оборудования для барбершопов, а именно кресел и раковин для матья головы. Никаким оборудованием на самом деле псевдопродавец не располагал. В этом, к сожалению, не сразу убедились ребята, мечтающие об открытии мужской парикмахерской. Объявление о реализации нужных им вещей они нашли на одной из торговых интернет-площадок. Какой-то день мы с ребятами решили делать свою студию и пошли путем, легким путем через Авида, чтобы найти себе кресло для работы. Соответственно, нашли объявление по очень чересчур выгодной цене. 15 тысяч рублей такие же поддержанные кресла стоят не менее 50 тысяч рублей. Однако дешевизна – это то, что, безусловно, привлекает покупателей, притупляет в деятельность. Соответственно, сделали заказ. Человек нам пошел быстро на контакт, без проблем. Я говорю, сначала спросил друг от человека, я уже непосредственно проводил оплату. Как это происходило? Значит, я вам сейчас отвезу на транспортную компанию в стуле. После того, как я вышел в трек-номер, тогда вы мне присылаете деньги. Выслал в трек-номер. Мы вроде проверили, вроде что-то показывается. И, соответственно, когда я начал переводить деньги, первое, у меня что сыграло, у меня красный экран загорелся с горбанка, что вроде мошенники. Покупатель немедленно связался с продавцами кресел и словами, что за фигня, выразил свои сомнения. Удивительное дело. Мошенник сумел парню успокоить и заверить, что все нормально. Все, перевожу деньги. Безбербанк мне сделал запрос на звонок, точно ли я перевожу деньги и так далее. Ничего меня не смутило. Все, оплачем, оплачем. Все, скинул деньги. И потом, через пару дней или что, у него появилась мойка. У тебя головы? Я такой, блин, ну, закупим у одного и того же продавца, будет здорово. Надежды получить требуемое оборудование по дешевке не оправдались. Спустя непродолжительное время заказчик убедился, что стал жертвой довольно-таки примитивного мошенника. Аферист получал деньги, но взамен ничего не высылал. Когда с ним связывался потенциальный покупатель, подозреваемый, переводил общение в мессенджер, где они договаривались о сделке. Далее покупатель перечислял необходимую сумму, указанную в объявлении. А мошенник присылал ложный трек-код. После этого он удалял всю переписку и переставал выходить на связь. Таким образом, жертвами злоумышленников стали двое ивановцы. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. По факту мошенничества следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело. В ходе проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий сыщикам удалось установить личность вероятного преступника. Сколько вам лет? 22. Чем занимаетесь? Безработный. А за что задержали вас сотрудники полиции? За мошеннические действия. Ну, расскажите поподробнее, каким образом совершали? Путем выставления объявлений на авито. Обманывало людей. Что за объявление? Какой товар пытались продать? Ну, это было, получается, так сказать, у кресла. Кресла. Он вам переводил деньги, и товары бы, естественно, не отправляли? Само собой. Я бы здесь не сидел, если бы не так. Ставший жертвой мошенника парень не верил в то, что справедливость восторжествует и виртуального обманчика найдут. Однако он ошибся. Оперативники и органы полицейского дознания сумели не только выйти на след преступника, но и добиться компенсации нанесенного злоумышленником ущерба. Прошло пару месяцев. Создается заветный звонок. Максим Владимирович, честь имея, приезжайте, есть, пойманы. И все, я думал, если приехал, я такой говорю, что прям сиденький, я говорю, ну, боже, ну, хотя бы 10 тысяч, он говорит, конечно, все. И он заходит, такой бородатый, вальчкар, и дает 90 тысячи 87, такой, чем сдача будет. Ну, на приколе какой-то, видимо, был мошенник. И все, и все у вас справедливость восторжествовало, и все получено. Возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. Он проверяется на причастность к аналогичным куриниальным деяниям. Во время расследования уголовного дела денежные средства были возвращены одному из потерпевших. Более 30% дистанционных мошенничеств случается при совершении дистанционных сделок купли-продажи. Такова полицейская статистика, и сотрудники ОМАД в связи с этим предупреждают. Полицейские рекомендуют соблюдать простые правила безопасности при покупке через интернет. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв. Посмотрите стоимость аналогичных товаров на других интернет-сайтах. Она не должна отличаться слишком сильно. Если продавец настаивает на предоплате за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, нужно понимать, что данная сделка может быть опасной. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара. Если в процессе совершения покупки продавец начинает торопить вас с принятием решения и оплатой товара, убеждая в том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет распродан. Не поддавайтесь на уговоры и трезво оценивайте свои действия. При наличии любых сомнений откажитесь от покупки. Сотрудники полиции вычислили и задержали девушку, которая обслуживала интересы дистанционных мошенников. Совсем юная жительница Вичугского района по заданию дистанционных аферистов завирала у обманутых граждан их деньги. Сотрудниками следственного отдела, мирового спального отдела, Министерства внутренних дел, Россия и Южевские привлекаются к уголовной ответственности 11-летней местной жительницы, которая оказывала помощь дистанционным злоумышленникам. Из обстоятельств произошедшего установлено, что обвиняемый принимал участие в распространенной криминальной схеме. Криминальную схему по дистанционному отъему у населения денег разрабатывают и реализуют преступники, находящиеся очень далеко, часто за пределами Российской Федерации. Именно поэтому им, этим виртуальным преступникам, нужны помощники из числа местного населения. Эти недалекие беспринципные люди занимаются тем, что напрямую обирают чаще всего пожилых людей. Неизвестны звонения на домашние телефоны пожилым гражданам и требования в передаче денежных средств, необходимых якобы для освобождения от уголовной ответственности родственников. Когда деньги были собраны, обвиняемый приезжал потерпевшим и забирал наличие. В нашем случае мошенники обрабатывали доверчивых стариков при помощи уже многократно опробованной легенды. Звонили на телефон намеченной жертве и сообщали печальную новость. Говорили о том, что близкий родственник стал виновником, например, дорожной аварии, как это было жительницей Вичугского района. Вам раздался звонок на домашний телефон. Реанимацию вызвали. Пожилую, не очень уже хорошо слышащую женщину, ловкие мошенники сумели убедить в том, что на телефонной связи с ней находится собственно сам ее же племянник. Пожилая женщина поверила в наглую ложь и думала, что действительно общается с близким родственником. Миллиона у старушки не нашлось. Однако для того, чтобы помочь попавшему в беду племяннику и не зная о том, что имеет дело с мошенниками, она была готова отдать все свои сбережения – 250 тысяч рублей. Дала, что купила родителям на память. Думаю, не весной обязательно сделала, его будем в памятнике. Потом 50 тысяч еще. Ну, были в этом, мало ли, на лекарства, до чего. 50 тысяч было. И это приехала. Забрали. Приехала за деньгами молодая, как вскоре выяснится, 19-летняя девушка. Она беззастенчиво забрала у пенсионерки все ее деньги, оставив практически ни с чем. Полицейские сумели оперативным путем установить ее личности, вскоре задержали. Я подозреваемая по делу о мошенничестве. 159-я часть 2-я. В конце июня я начала работать на мошенников. Мне написали в телеграмму, предложили работу к парьерам, и я согласилась, так как было сложное финансовое положение. Своими действиями я понимала, что помогаю мошенникам заполучить деньги от престарелых людей. Санкт-Петербургом раскаиваюсь. Всего от 10 обвиняемых страдало 5 жителей Вичугского района. Также установлены ее причастники еще нескольким фактам мошенничества, совершенных на территории других регионов, а именно в республике Татарстан, Брянской и Курской областях. В настоящее время решается вопрос о соединении данных уголовных дел в одно производство. Еще одного жителя Вичугского района дистанционные мошенники обманули на пару с супругой. Виртуальные преступники позвонили и сообщили о том, что виновником ДТП стал гражданский муж ее дочери. Что сказали? На домашний. Да, на домашний. Что вот это самое. И у меня внучки, значит, этот мужчина, ну, который у нас живет. Смотрите, Юра. Да. Сам Юра позвонил якобы, что вот он, это самое, как я вошел по дороге, переходил, значит, дорогу, разговаривал по телефону. И вот, чтобы его не сбили, машина ехала, за рулем сидела девушка. И она, чтобы его не сбить, она его задела и сама врезала в столб. Легенде о ДТП с пешеходом потерпевшие поверили. Поверили и приехавший вслед за телефонным разговором курьерш. В этом случае девушка рекомендовалась представителям прокуратуры. Расскажите, как к вам курьер приезжал? Какой курьер был? А курьер была девушка. Молодая девушка где-то, ну, я не знаю. Она даже показала паспорт, понимаете? Она была в маске и в бейсболке. Одни только глаза и волосы. А я приходила на кресла к пожилым людям, представляясь чужим именем и под чужой профессией. Либо власти леволюции, либо власти прокуратуры. Тем самым пожилые люди передали мне средства, ожидая решения какой-либо из проблем. И вот я клала деньги на карты через банкомат. После тьмы указанием лица с телеграмма я переводила эти деньги на банковские карты, которые мне указывали в приписи телеграмма. Такие вот юные, наверное, в достаточной степени циничные молодые люди, без зазрения совести лишают стариков последнего, забирают их сбережения и отправляют на банковские счета, продиктованные преступниками. Затем по закономерному стечению обстоятельств становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве. На сегодня это вся информация. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова